Всё о рейдах да о рейдах, о секретах, тайниках, но я же знаю, вы любите Гарнила, нужно поговорить и про него. Привет, Страж, меня зовут Джонни Лейни, и канал Трипл Вайп продолжает знакомить тебя со всеми новостями мира игры Дестани. Сегодня вторник, 18 сентября, и сегодня в 8 часов стартует первый в четвёртом сезоне ивент Железное Знамя. Для тех, кто впервые о нём слышит, поясню, это PvP-ивент с играми 6х6 в режиме контроль. За время ивента вы можете заработать эксклюзивные награды, оружие и сеты брони, а также за выполнение некоторых рубежей Железного Знамени у вас будет возможность поднять уровень силы. Некоторые сейчас сидят с таким лицом, типа, да мы и так это всё знаем, круто, да, но этот турнир Железного Знамени кое-чем всё же будет отличаться от предыдущих. На этот раз ваш уровень силы будет иметь значение в боях Гарнила. Теперь вы будете мериться не только своим скиллом, но и силой, так что не забудьте экипировать самое мощное снаряжение перед тем, как отправитесь в бой. Точного, минимального или рекомендуемого порога Банжи почему-то не сообщили, но я думаю, что он не будет слишком высоким, около 500, надо предполагать. Хотя кто-то считает, что даже ниже 500, увидим. Как я и сказал, режим игры контроль, а это значит, что нужно не только стрелять, но и точки захватывать. Неужели мне приходится объяснять такие банальные вещи? Ну да, когда я залетаю в Гарнила без команды и играю со случайными ребятами, они вообще болт кладут на захват зон, а потом удивляются, как это мы проиграли с отрывом в 50 очков. Тем более не забывайте, что контроль в Железном Знамени отличается от обычного. Тут не флаги, а костры, а когда вы захватите все три, они заблокируются на 20 секунд, и их невозможно будет отвоевать, так что к захвату зон нужно отнестись очень серьезно. В этот раз лорд Саладин приготовил для стражей 7 еженедельных контрактов. За выполнение каждого из них вы получите награду Железного Знамени, а за выполнение двух контрактов вы получите мощное снаряжение, которое поможет вам прокачать уровень силы. Выполнив контракт, вы сможете получить любое снаряжение Железного Знамени. Разумеется, Железный Лорд будет также и продавать броню и оружие со случайным набором перков. Чтобы купить эти предметы, вам нужно будет выполнять контракты и зарабатывать репутацию. Кстати, если вы приберегли знаки ивента с третьего сезона, вы можете обменять их на награды репутации четвертого сезона. А, и еще вернули такую приятную вещь после матчевой награды. Теперь после игры вам могут выпасть как награды Гарнила, так и Железного Знамени. Банжи также сообщили о появлении в игре хорошо известной нам карты Гарнила. Называться она будет Конвергенция, предположительно. И представлять из себя будет возвращенную в новом виде карту Пантеон из первой части. Карта была крутой, симметричной, большой и она действительно нравилась многим игрокам. Она станет доступна для всех игроков Destiny 2 с сегодняшнего вечера. Ну и еще раз, начало ивента вторник 18 сентября в 8 часов по московскому времени. Завершение ивента 25 сентября во вторник также в 8 часов. Вот это все новости на сегодня. Спасибо, что смотрели. Удачи вам в Железном Знамени, хорошего дропа, хорошей команды. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и счастливо!